приветствую дорогие друзья с вами александр святов сегодня расскажу о большом практическом фиксе от компании скиф я уже маленьких складов рассказывал этой компании сегодня поговорим о вот таком интересном и с моей точки зрения очень красивом фиксе это скиф ронин почему ронин но я думаю догадаться несложно ввиду тантообразного лезвия это американская танта нетрадиционная японская чем отличается более резкими углами и в отличие от традиционного японского то есть здесь вы видите углы традиционном японском плавные обводы чем такая геометрия выполнена ее пробивной способностью и дурополстойчивостью этого самого кончика вот на самом деле нож мне понравился просто безумно еще на фотографиях когда взял в руки понял что действительно да нож удался там очень разные на самом деле модели есть у ребят из скифов но именно этот нож мне пришлось а по душе сразу то есть на моменте просмотра фотографий вот если подходить с точки зрения ттх на то общая двести восемьдесят шесть миллиметров длина клинка 166 толщина побуху 4 миллиметра стали можете видеть где она давайте-ка поглядим вот она 8 хром 13 ему и в принципе для скифов это стандарт хотя есть на место 2 и дальше но этого в принципе вполне хватает для не особо дорогого я бы даже сказал довольно дешевого ножа но с таким хорошим характером рукоять кротон насечка на обухе присутствует сведено кстати довольно по-божески примерно 08 до хочу обратить внимание там то сделано правильно то есть два угла спусков здесь более пологий здесь более такой крутой то есть эта часть для протыкания это для реза конечно же нож не иди сишный тактик возможно полевой тактик на боевой нож очень даже тех кто хоть раз занимался ножевым боем оценят вот эту насечку очень классная также дико ухватистая рукоять на самом деле нож по обводам похож на нож бундесвера насколько мне помнится мкм 2000 они довольно схожи между собой а вот рукоять ее форма и по чувству удержания в руке очень напоминает мне американские кабары кстати у них тоже была тантоидная версия но с гардой и немножко другая по обводам там все же ближе к богу и чаще даже попадаются прочим да что касается нужен пластиковые ножны с двумя вариациями крепления одно крепление у нас идет на пояс клипса можно сдвинуть и нацепиться на пояс под тактический пояс тоже пойдет довольно широченькая клипса можно прикинуть сейчас сколько у нас то петля считайте полных 6 сантиметров у нас сюда поместится если в прикиручку то сама это 6 даже с половиной очень неплохо также у нас присутствует интересная такая новинка это система крепления dots то есть если у вас есть стропы молли на плейдкере и не знаю на бронике на рюкзаке то при помощи этого добра можно закрепить и не париться о том что он может это потеряться может честно сорвать с такой с такого крепежа его будет проблематично это можно случае ненадобности демонтировать как это работает просто продеваете его вплетаете как стропу молли малевочку между лямками и защелкиваете здесь все будь то лямка рюкзака или рпс в принципе что угодно можно зафиксировать везде где есть малевка отличная штука на самом деле мне понравилось вот присутствует ливерс небольшой для стока воды и отверстие дабы клиночек сох столичка здесь как я уже сказал 8 chrome 13 мови некий аналог aus 8 а японской вполне себе ничего по твердости заявленная примерно 58 59 вполне вполне достойно по поводу заточки давайте посмотрим нас конечно не супер бритва бумажку режет и вот этой частью вот что мне понравилось просто оценить насколько классно вырывается за счет правильного угла и выбора самих спусков на вот этом кончике там я в восторге на самом деле от геометрии и от исполнения то есть очень очень хорошо учитывая его действительно невысокую цену то я бы рекомендовал такой наш посмотрим как он поведет себя в тестах потому что на выставке была возможность поработать таким ножом по автомобильной двери по канату никаких нареканий нет рукояти скротона хорошо цепляется к ладони эти проточки дают отличная цепучесть даже если рука там мокрая грязная или это масле дополнительное отверстие дают возможность лучше удержать нож также отдельно хочется отметить что эта насечка получилось более чем прекрасно также можно палец перенести вот сюда да хочу отметить еще следующее вот в таком исполнении нож не является холодным оружием по законодательству украины абсолютно это хозбуд но есть один момент сейчас я вам покажу дело в том что если вы хотите заполучить себя такой наш уже в исполнении можно докупить вот такой брелок он стоит там какие-то копейки порядка 30 гривен это в пересчете на доллар где-то доллар доллар с небольшим и путем нехитрых манипуляции с шестигранником мы можем разобрать нож да кстати передаю привет бенчмейт рант вы могли наблюдать подобную структуру крепления рукояти именно на этом же бенчмейт рант разные вариации там были суть осталась одна от пожалуйста офигенно просто и со вкусом на самом деле гайка внушительная держит хорошо берем брелочек продеваем девочка на место таить бежать пытается играется на вкратке почти по пальцам есть вот и собираем знаете как бывает берешь допустим нож который понравился он зараза хелл тут начинается уже вопросы как его регистрировать куда его вписывать в принципе по большому счету при небольшом желании все делаются элементарно вписывается в разрешение для гладкоствольного или нарезного ружья и вперед но здесь видим другой подход и другой концепт сейчас у меня в руках уже стопроцентно холодный нож с конкретной гардой которая предотвратит соскальзывание руки возможно и повреждения также даст небольшую но все таки защиту и такая цуба как на японских катанах она тоже была съемная собственно размотали рукоять и разобрали полностью собственно катана так и здесь очень классно хотя не так уже удобно переносить палец на обувь но тем не менее нас руках холодняк который уже нужно вписывать в разрешение и собственно по городу с ним так уже не походишь объективных причин имеется ввиду без разрешения вот поэтому если вам понравился этот нож у вас два варианта дан приобретения или с брелком или без да что немаловажно смотрите здесь есть два отверстия небольших и вот а когда я сниму гарду заходить он будет дальше это кстати классно да по поводу фиксации ножа в ножнах он не гремит здесь небольшой такой колод вы трясти его туда нереально за счет прихвата плюс небольшая доля фиксация приходится и на вот эту скобу то в принципе очень очень неплохо я надеюсь что у меня получится сделать нормальный тест этого ножа хотя он показал себя на остальной грани более чем адекватно опять же чтобы разобрать его об все что нужно то всего лишь шестигранник выкручиваем все уже никаких проблем с буквой закона у меня не будет потому что тот же допустим танта рекону фикс откол стила он будет конкретным холодняком веду своего выступа на картоновой рукоятки но если там брать из другой серии это там вообще вот здесь кота наверху болталась до 3 реализовали где-то я кстати не помню было ли подобное воплощение где-то еще возможно но я честно говоря не помню поэтому очень хорошо да ясно жас можно и порядка 300 грамм как я сказал сведение примерно 08 толщина обуха 4 сейчас это нож хозяйственно бытового назначения гвардия демонтировал вот такой вот скиф ронин мне на самом деле нож понравился очень и очень вот заполучил его на стальной грани и думается мне в скором времени попрошу кого-то из друзей помочь мне с тестами швака нормально владеет только одной рукой поэтому так с вами был александр святых надеюсь вам было интересно рассматривали нож компании скиф с званием ронин в исполнении с черным блэк вашем автология получилась то не суть важна с блэк вашем в общем до свидания друзья до встречи пока